А вы знаете, сколько углов у кулебяки? Нет? А я знаю. Их может быть 4, 2, ну, если захотите, 3. Вот сегодня такую кулебяку с 4 углами я и приготовлю. Она будет из дрожжевого теста и со сложной начинкой, но будет она невероятно вкусная. Мне понадобится для того, чтобы приготовить кулебяку, естественно, тесто. Тесто будет дрожжевое. Готовить я буду его в тестомесе. Прицеплю насадку-крюк. Только крюком можно работать с дрожжевым тестом и с пресным, в общем, с тяжелым тестом. Мне понадобится 5 желтков. Поэтому сейчас сразу же я подготовлюсь и отделю желтки от белков. Две мисочки. Одно, второе. Почему я беру только желтки, а не белки? Просто для того, чтобы добиться больше такой рыхлости теста. Белок он больше связывает, а желток как раз дает рыхлость. Все лишнее убираю. Белок мне не пригодится, по крайней мере, пока. Тоже его отставляю. Желток в стороночке, чтобы он у меня был. Мне понадобится 2 стакана молока. По 250 миллилитров, значит, это у нас пол-литра молока. Беру мерную чашку. Я думаю, что этот кувшинчик, наверное, и есть где-то 500 миллилитров. И я была права. 500 миллилитров. Можно было даже не отмерять. Выливаю в дежу. Я молоко взяла обыкновенной комнатной температуры. Я не вижу смысла нагревать для дрожжей жидкость. Мне понадобится 50 граммов свежих дрожжей. Кусок у меня этот 100. Я делю пополам на глаз. Вот так вот. И помогу себе чуть-чуть венчиком подзабью дрожжи, чтобы они разошлись. Могу уже сразу ставить дежу и закреплю ее на тестомесе. Мне понадобится также 2 столовых ложки сахарного песка. Ложки. Сейчас я вам скажу, зачем я это делаю. Вот у меня одни желтки. Я хочу, чтобы они уже с сахаром побольше соединились. Я делаю вот так вот. Я просто подзбиваю венчиком желтки. Если вы забьете прямо в такую кремообразную массу, ничего страшного. Оставляю в сторонку. И мне понадобится килограмм муки. Беру миску большую, ставлю на весы. И муку я всегда отвешиваю. И не меряю ее стаканами. Конечно же, сито. У нас тесто дрожжевое. Обязательно надо просеять. Не так освободить от каких-то вкраплений ненужных. Больше для того, чтобы насытить муку кислородом для дрожжевого теста. И вся мука ушла. Теперь я отправляю желтки с сахаром сюда в молоко с дрожжами. Высыпаю половину нормы муки. Половинку. Опускаю тестомес. Тесто достаточно перемешивать в тестомесе на первой-второй скорости. Сейчас вот первая часть муки у меня свяжется с жидким содержимым. И жду. И буду постепенно подсыпать муку. Потому что, возможно, мне понадобится чуть меньше. Возможно, чуть больше. Будем смотреть по консистенции, какой оно получится. Потихоньку подсыпаю. Пусть перемешивается там все. У меня где-то приблизительно ушло 900 грамм муки. Вот это вот количество у меня осталось. Где-то грамм 100. Теперь мне в тесто надо добавить масло. И в этот раз я возьму не сливочное, а растительное. Отмерю 120 миллилитров растительного масла. Опять включу тестомес. И потихоньку буду подливать. Потому что, если я сейчас вылью все, тестомес начнет проворачивать тесто. И очень долго будет вмешиваться масло в тесто. Поэтому я буду потихонечку подливать масло в тесто. Чуть-чуть уменьшу скорость, чтобы не расплескивалось масло. И последний ингредиент для теста – это соль. Мне понадобится 1 чайная ложка. Добавляю чайную ложку соли. И тесто у меня должно вымешиваться приблизительно минут 10-15. Такое тугое пока тесто получилось, но оно в выпечке будет достаточно воздушное. Очень хорошо тесто замесилось. Почти даже сформировалось в шар. Я его сейчас из дежи достану. Хорошо очень замесилось. Оно такое эластичное. Чуть-чуть вот так себе подпылю здесь. И как всегда, я его уберу под пленку на 40 минут. Я не знаю, как ваше тесто, но мое тесто через 40 минут будет готово. Но если вы будете делать вот по моей методике тесто, то и ваше тесто тоже через 40 минут будет готово. Обрезаю. И в мисочку на 40 минут при комнатной температуре оставляю в сторонку. Через 40 минут я сделаю одну небольшую обминочку и будем готовить мою кулебяку. Я вам уже говорила, в моей кулебяке будет 4 угла. Об углах мы чуть попозже. Сейчас о начинке. У меня здесь куриные сердечки, грибы, квашеная капуста и гречневая крупа. Гречневую крупу я сразу отправлю вариться. Здесь у меня где-то приблизительно сухой 120-150 граммов. я заливаю водой. Как гречку, вот как гречневую кашу варите. Ничего здесь хитрого. Включаю плиту, выбираю маленькую конфорку, закрываю крышкой, и пусть у меня стоит там варится гречка. Как закипит, я чуть-чуть убавлю огонь. Сердечки. Мне их надо промолоть в мясорубке. Можно брать не только сердечки, желудочки, можно делать микс такой и сердечки, и желудки. Приблизительно у меня здесь где-то 500-600 граммов сердечек. Включаю и проворачиваю. Промолола сердечки. Мне теперь уже не понадобится мясорубку. Беру ее, спрячу ее вниз, чтобы она мне не мешала. Лук крепчатый. Ну вот у меня здесь 5 луковиц. Я их, наверное, все и почищу. Лука мне понадобится достаточно много, потому что он у меня пойдет и в сердечки, и в капусту, и в грибы. Поэтому сейчас моя задача почистить лук. Кто какие знает секреты, чтобы не плакать при чистке лука, применять их. Лук я нашинковала. Убираю его в посуду. Грибы у меня мороженые, но уже резанные, поэтому я их поставлю жариться. Когда они жарятся, они еще будут меньше по размеру. Как раз то, что мне надо будет. Ставлю все сковороды на плиту разогреваться. лук, сердечки, капуста. Ну, капуста у меня квашеная, вот такая вот длинная, я ее чуть-чуть все-таки подшинкую, порежу, чтобы она была помельче. капусту я предварительно отжала от лишнего сока. Гречневый крупал у меня закипело, и я убавила там температуру. Ну, в принципе, у меня все готово. Я подолью масло во все сковороды. Все на глаз делайте. Ну, приблизительно возьмите 150 грамм масла, но на все про все. Вот так вот. Грибы я отправлю большую сюда, вот, к сковороду. Чуть попозже подсыплю туда лук, а вот капусту я сделаю наоборот. Сначала обжарю лук и сердечки также. Сначала обжарю лук. Вот половинку, как раз третью часть оставляю для грибов. Чуть-чуть до золотистого такого цвета доведу лук, и уже буду добавлять остальные ингредиенты. Приготовлю себе соль, перец, мой любимый перец, смесь перцев. Я же люблю перец. Теперь осталось только ждать, собственно, когда это начнет шкварчать. Сейчас я к луку отправлю капусту квашеную, к другому луку я отправлю сердечки, фарш уже из сердечек, и в грибы я добавлю лук и буду ждать, когда это у меня все хорошо обжарится. И в самом конце я уже добавлю соль и перец по вкусу. У меня уже практически все обжарилось. Я подготовлю зелень, нашинкую ее. У меня укроп, зелень у меня пойдет в гречневую кашу, чтобы она была не сухой и все-таки имела еще какой-то дополнительные нотки вкуса. Еще сливочное масло у меня обязательно я добавлю в гречневую крупу. Нашинковала, отставляю пока в стороночку и вот смотрю. Основная задача не так обжарить, как освободить начинку от лишней жидкости. Жидкости не должно быть ни в грибах, ни в мясной начинке, иначе весь пирог поплывет. И перчу, солю, все делаю по вкусу. Я делаю на свой вкус, вы делаете на свой вкус. У меня смесь перцев. Вот капусту солить я естественно не буду, но чуть-чуть подперчу ее. А грибы грибы и фарш я подсолю. Все, отключаю я плиту. Каша у меня как раз дошла до той кондиции, которая мне нужна. Я ее выложу сейчас в миску. Мне понадобится ложка. Возможно, я всю, конечно, кашу не израсходую, но очень трудно рассчитать, по крайней мере, для меня, сколько понадобится крупы, вот именно в сухом виде. И чуть-чуть совсем у меня осталось, вот совсем чуть-чуть, ну съешьте гречневую кашу, она очень полезна, в ней очень много микроэлементов, и она даже заменяет белок. Отправляю сюда в гречневую крупу зелень и маслица. Маслица не жалею я, чтобы каша была такая сытная и не сухая, и вкусная, конечно же, от сливочного масла, потому что никакую кашу сливочным маслом и любым маслом не испортить. Также соль, перец. Все делаю по вкусу. Я недосаливаю, вот для себя все жалуются всегда на меня, что у меня недосолено. Вот в начинке блюда я никогда недосаливаю, но ужасно люблю соленые продукты, как огурцы, помидоры, рыбу любую соленую, просто обожаю. А вот продукты я недосаливаю, поэтому смотрите, не ориентируйтесь на меня, сколько я сыпанул, потому что может вам гораздо больше надо будет соли. Все, начинка готова, надо ей немножечко дать приостыть, потому что если горячую начинку мы выложим на тесто, тесто начнет сразу разжижаться, начинка должна быть такой теплой. Начинка готова, тесто мое уже точно готово. И пока готовилась начинка, тесто уже его прет. Очень хорошее тесто. И еще один ингредиент кулебяки это блины. Я не стала печь блины, я подготовила заранее, потому что блины могут печь все. Здесь самые простые пресные блины. Вода, мука, у меня даже здесь первый сорт муки и одно яйцо. Все, соль, больше ничего. Я их даже сильно не обжаривала, а только схватилось тесто, чтобы они не зажаривались, внутри не перебивали вкус начинки и уже потом самого теста, чтобы не было, что ты ешь кулебяку и чувствуешь, что блины. Только схватилось тесто, перевернули на другую сторону, обжарили, все. Вот у меня такая заготовочка уже есть. Начинку я переложила в миске, она быстрее здесь остынет, тесто уже пышет, и мне надо сделать одну обминочку, чуть-чуть припылю стол мукой, о, прям какое живое-живое, освобожу его из заключения пленки, в рулет. методом складывания не так вот месить, а просто методом складывания распределяю тесто в такой прямоугольник толщиной приблизительно 2 сантиметра и накладываю друг на друга, так складываю как бы книжечкой и рулет. Я освобождаю тем самым тесто от лишнего углекислого газа. Оставляю еще буквально на 5 минут. И пока тесто после обминки отдыхает, я включу духовку, выберу себе режим выпечки с конвекцией, установлю температуру 190 градусов, и духовка начинает прогреваться. Дрожжевое тесто всегда надо ставить уже в хорошо разогретую духовку. И тесто дрожжевое, хлеб, все, что связано с дрожжевым тестом, любят высокие температуры. Подготовлю себе противень, кулебяка будет у меня не в какой-то форме, на обычном противне. возьму пергамент, чуть-чуть капну сюда клея такого в виде воды и уложу пергамент, чтобы он никуда не девался, не ерзал, им не было удобно и ему тоже хорошо. Отставляю в стороночку, беру свое тесто и делю его на три части. Две равные побольше и одну совсем там небольшую оставлю для декора. Вот так вот. Вот эти у меня наверное две побольше, а эта поменьше я оставлю как раз для декорирования. Подпылю себе еще раз поверхность. Хорошее ноздрятое такое тесто. И вот теперь о форме кулебяки. В принципе это простой пирог, такой же, но он чуть-чуть вытянутой формы, не на весь противень, он такой напоминает чуть-чуть овал. Поэтому мы сейчас первый слой основы пирога раскатаем такой прямоугольник. Постараемся, чтобы это не просто был прямоугольник, а все-таки такую форму чуть-чуть края ему округлой придадим, овалок. Катаю тесто от середины к краю. Беру теперь уже противень и переношу свою заготовку на противень уже здесь руками распределю. также я поступлю сейчас сразу же подготовлю второй себе кусок для крышки. И начнем с блинов. Выкладываю я блины к первому краю, но надо оставить с края где-то сантиметра два. и первая начинка у меня будет фарш из сердечек. Аккуратно я выкладываю такой полоской. Кулебяка вот бывает слоеная, фарш у нее слоями, вы выкладываете блины, начинку, блины, начинку, как бы настилаете, вот настильная. А бывает вот как раз кулебяка углами. Каждая начинка имеет как бы свой угол. Естественно, здесь нет никаких углов, это все образно. Выкладываю всю начинку, можете помогать себе руками, потому что начинку надо сделать так, чтобы она не расползалась по всему пирогу. И вот теперь закрываем эту часть пирога блинами. Также выкладываю дальше я блины. И следующая начинка у меня будет грибы. Вот лично для себя я нашла вариант последовательности такой. Мясо, грибы, гречка, капуста. Вы можете менять последовательность выкладки начинки как хотите. Мне так нравятся вкусовые решения для себя. Именно я определила так. Последовательность у меня выкладки вот такая. я выкладываю начинку такими рядами. Сытный очень пирог. Ну, кто-то может посчитать, что это пирог не на каждый день, но я считаю, что здесь такие достаточно дешевые ингредиенты. Сейчас посмотрю, может, всю капусту я отправлю, постараюсь, чтобы не оставалось начинки. Если получится у меня, ну, уже все. Ну, чуть-чуть капуста осталось, поэтому можете уменьшить порцию капусты. Но это вот именно для такого размера кулебяки. А если вы ее сделаете побольше, то у вас определенно вся капуста и вся гречка уйдет. И переношу я вверх тесто. Закрываю. И вот теперь у меня тут остался белок. Я возьму кисточку и чтобы хорошо между собой связать, закрепить верх и низ, я подмажу белочком и буду скреплять тесто. Скреплять сейчас можно как угодно, потому что в любом случае мы наведем пирогу красоту. Последние штрихи раскатываю тесто. Возьму вот такой нож у меня. так вот такие полосочки смажу сейчас поверхность белком для того чтобы весь декор закрепился. Еще воспользуюсь таким вот плунжером. вот такие ромашки мы выдавливаем. Я уже пользовалась этим плунжером, показывала, хорошая штука. И наискосочек вот так выкладываем. а вот эти ромашки которые мы вырезали как хотите. И в таком же стиле надо оформить весь пирог ну еще вот сделать ему такую красивую окантовку. Осталось только его смазать белком. Можно чем угодно просто желтком, молоком, кефиром. Последние вот штрихи навожу глянец уже вот так вот и отправляю в духовку температура 190 градусов режим конвекция среднее положение противня в духовке на 25-30 минут. Ну и как пирог зазолотится мы его будем доставать. Смысл весь в кулебяке это конечно же как распределяется начинка. Я разрежу ее пополам тесто воздушное режешь ножом и оно такое под ножом проваливается и самое самое интересное вот как раз вся начинка ее видно что она частями она не перемешалась но есть кулебяку надо конечно со всеми начинками поэтому на тарелку я отрежу такой хороший хороший кусок можно его разрезать пополам потому что я же говорю кулебяка это такой пирог когда при укусе ты каждую начинку получаешь в отдельности так разрежу пополам воспользуюсь такой широкой лопаткой вот этот кусок с капустой с гречневой крупой а этот такой хороший увесистый кусок с куриными сердечками и с грибами пахнет замечательно пирог очень сытный приготовьте вы не пожалеете готовьте только с хорошим настроением обязательно все получится